так ребят я думаю самое время поговорить о городском планировании что самое главное для комфортного города конечно же широкие дороги чтобы не было пробок чтобы каждый живущий в жк в новое ябунёво в 20 километрах от мкада где нет вообще ничего где из общественного транспорта есть только очередь на маршрутку мог с комфортом добраться в центр где что-то есть например работа посмотрите здесь 1 2 3 4 5 5 полос в одну сторону и посмотрите еле едут еле едут очевидно что этого недостаточно лишь то я считаю что вот эти дома которые будут стоят их надо но вы понимаете да как это политкорректно реновировать вот и вебать здесь еще 10 полос каждую сторону потом что еще мешает автомобилистам нормально ехать это конечно выделенные полосы для автобусов здесь выделенные полосы нету но вы только представьте чтобы было если бы она здесь была вы вообще два ряда стояли дальше что еще мешает конечно же велосипедисты такие как я вот посмотрите я еду я один занимают целую полосу разделительную полосу хорошо перейдем более сложным вещам какие еще тонкости городского планирования нужно соблюдать конечно же делать меньше светофоров вот здесь все стоит потому что светофор единственное на все третье транспортное кольцо ну правда он здесь пяти километрах но это считай близко вот поворачиваешься вот и вот светофор пяти километрах и уже состоит до еще надо делать как можно больше развязок чтобы быстренько вот эти все перекрестки ну понимаете да вот здесь развязка а если бы ее не было то я не знаю что вот чтобы было если бы не было этой развязки кошмар страшно подумать вот во всем мире люди уже знают как делать нормальные города а вот слушайте этих которые ну из этих вот эти вот волосатые там эти варламовый кац и вот они сначала отвела дорожки а потом а потом и и в задницу того да чему вас научат как же похорошела москва здрасте девушка не надо поднять седло может быть придвинуть вперед а еще еще раз жопу натер первый раз залез на этот велик за этот год до этого залезал на стелс но там-то седло мягкое вообще-то очень забавная олимпиада у велосипедистов делать как можно более жесткие седла чтоб жопу натирать а а потом искать себе самый мягкий памперс чтоб жопу не натирать когда-нибудь я пойму этот дзен лет сразу после контактных педалей господи я уже отдышался и говорит там могу нормально настолько эта пробка не едет газку поддать что ли тут какая-нибудь девушка меня точно поймает придет знакомиться а дальше ипотека алименты в жопу надо надо наш об безопасном все было вот безопасность на дороге первый приоритет да девушка симпатичная ой блять а вы тоже девушка нет нет вы не девушка вы усатый мужик хоть я правом ряду понадобилось ты устал решил поехать обратно на работу я тебя понимаю чувак а обожаю люблю но странная любовь и да блять это хуйня когда-нибудь кончится так давайте ставьте кто за рулем ну-ка 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 иди сюда знакомиться будем а угадал здесь надо угадывать национальность угадал так там дальше знак а чё это блять за знак короче мне туда наверно не надо по правилам не то что я был очень за правило просто ну первый съемочный день как-то надо поаккуратнее я вчера выехал и понял что навык контроля за дорожной ситуацией проебан полностью надеюсь что не навсегда я вообще отказался айд ну слободская так стоп стоп ну в смысле савеловская но улица новосвободская заканчивается а куда эта развязка то ведет а это вот это конечная хуйта понятно блять куда мне здесь дядь вы не подскажете куда мне ехать а дяденьки вы куда все едете ой здрасте извините мешаешь да сорян блять что тут ты тут повернешь любую сторону все равно приедешь в одно место а хотя нет эти повороты они имеют какой-то смысл для автомобилиста просто мне насрать знаки на разметку на все насрать поэтому да для меня все один хер так ну теперь не скучно здесь вот эти вот все вылетные шоссе так сказать здесь пробок не бывает к сожалению ну как к сожалению к счастью наверно к сожалению кир знает очень сложно сказать но смысл в том что здесь такое издевательское видео записать будет но практически невозможно надо чтобы не знаю что тут метеорит упал половина дороги нахер разорвала хотя а ну ну здесь здесь может продолжать наш репортаж вот смотрите появилась автобусная полоса и сразу же появилась пробка вот это вот это автобусная полоса это 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 вообще и потом посмотреть на ее ширину здесь поместится два автобуса если потесняться ну чё поехали права не включил здрасте блять на хуйню я боюсь ебать она тарахтит все все приехал не знаете я был оптимистом или пессимистом хер пойми на ну чё не сильно так страшно она пробочка там звук вообще включил хоть позорить на включил отлично я молодец очень люблю звук проебать камерка снимает снимает чуть налево повернуть ну чё я там забыл где мои светофоры мне уже ехать да наверное давай ни хуя ты представительский чё надо ту клипсы подзатянуть хоть чуть-чуть план на будущее план на будущее уровень планирования велосипедиста будет Поехали! Да, надо поднять едва. Дальше, говорю, надо. Вот, 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 появилась автобусная полоса и все. Вот, встали. Видите, водители не случайно жалуются. А вы что думаете? Совсем так, что ли, жиру бесится? Нет, это вот, это вот научно доказанный блять. Дайте. Да ебать тебя в рот, сука. Давай, едь! Пошел на... Поехали! 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 кстати не до вечи как вчера я тоже решил покататься на электричке и чего думаете думаю выехал на дорогу и опять ты ублюдок что это прочитан а решил доехать марина и там покататься по его дорожке потому что ну первый день как бы на дорогу выехал понял что навык контроль дорожных ситуаций проебан полностью кажется это уже говорил и надо бы под колеса не попасть а по велодорожке покатаюсь по рассказу какой-нибудь хуйни мудрости там какие-нибудь вот ну значит сел я на колончобское новый новый поезд же мцдшный приехал а я сто лет уже на электричках не катался кстати давно думаю надо покататься ну знаете вот эта вся построковая романтика там засранная электричка вот это вот изговорителя вместо объявления об остановках вот все до этого не стало не хватать давно не катался вот а мне подали эту мцдшную еще там от колончи до курка она идет медленно медленно вот и там еще окна в пол стеклянные их даже моют все видно ух простите ну как все в основном железнодорожных рабочих которые лежат на солнышке пузыреца ну а это тоже такое летнее зрелище что-то так странно едешь то блин вот ну да я понимаю что я оставил на лавочке на колончобской свой рюкзак со всем своим видео барахлом а это двое счет медленно едет скотина думаю все три нет проебал я блок вот похожу значит на курке лезу в тоннель с велосипедом на арбуд через металлоискатель на эскалатор на первый этаж вот там сажусь на велике херачу по садовому жалко страил не включил на реактивной тяге практически на фоне бухуртата приезжаю где-то 20 минут прошло прошусь у тетки которая там охранница пропустите блять рюкзак проебал пиздец вот бегу-бегу а меня навстречу этот железнодорожный рабочий желтый такой ну этой жилетки жилетки желтый такой старенький наверное абхаз без зубы улыбается что-то в обочине члена раздельная Лен слава тебе господи выдал мне рюкзак надо было с ним интервью записать спаситель канала все-таки но стресс туда-сюда что-то не сообразил да и тетенька сказала чтоб я быстро вот которая там охранится после этого поехал нахер домой по пути даже попытался что-то записать но получилось хреново потому что навыки записи тоже попроебаны забыл где куда какие кнопки нажимать так такой день куда я сейчас еду кто его знает давайте прямо что-то направо я приеду в какую-нибудь промзону и багну у меня там собаки сидят у меня там собаки сидят а солнышко хе-хе интересное место это и Продолжение следует... Третье кольцо, а что? А недалековато ли? Уже Так, я не хочу уярить по центру, потому что там я хрен съеду, и там поди обочины нету Я люблю в такие места заезжать Блядь, надо вот здесь заюзать фичу ютубовскую Смотрите, вот этот ролик, и там объясняется, что бывает в таких случаях Что такое сопливое сегодня? А, холодно же Вообще-то тут как бы, если не считать того, что это город, а в городе есть такая штука, как называется О, блядь Урбан Айланд эффект Эффект городского острова Наверное, на русский никак не переводится Короче Короче, в городе теплее Если бы не было города, здесь бы был где-то 0 градусов Ну, а бетониум, солнышко, сами понимаете Блядь, куда я приехал? Право выглядит какая-то харда Давайте я прямо поеду Вон, за байкером За двумя байкерами Ну нет, я их не догоню В этот раз, в этот раз пробок нету И велосипедисты, они крутые только в пробках А в остальное время 40 километров в час в предел, увы Больше по правилам нельзя А тут остановишься этим Короче, киборгом О, это МЦД Фу, это МЦК Понапридумали московские центральные поебения Запутался уже ДМК, МЖД Я там ездил в качестве пассажира на товарном поезде Еще до того, как это стало Мейнстримом Вот Проезжай, проезжай Ну ладно, ладно, ладно Сейчас мы с тобой разойдемся Сорян Ау В всякий случай притормозил Вдруг здесь какая-то Особо уебанная дорога Ой, блядь, да ну тебя нахуй Блядь, ну ты вообще терминатор Кстати, счет нету, дайте-ка посмотреть Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому